Доброе утро, дорогие телезрители! С вами Ая Исламалиева, я врач-косметолог и сегодня мы поговорим об уходе за кожей. Кожа, как и весь организм, весной у нас очень сильно обезвожена и нуждается в дополнительных витаминах. Очень важно использовать правильный домашний уход, то есть ежедневно мы должны очищать кожу, тонизировать ее, увлажнять, питать и насыщать. Что мы будем делать? Мы должны очистить кожу, как я уже ранее говорила. В данном случае мы будем использовать молочко для лица, так как у нашей модели кожа у нас сухая. Очищаем кожу, используем обычную водичку. Я использую молочко для лица, оно очень мягкое и деликатно будет нам очищать, так как у нашей модели кожа сейчас сухая, очень чувствительная. Смываем все прохладной водичкой, можно комнатной температуры. Что мы далее делаем? Мы тонизируем нашу кожу. Очень многие девушки забывают про этот этап, хотя он очень важен. Мы берем тоник, наносим на ватные диски и протираем лицо. Далее, после тонизации обязательно нужно увлажнить кожу. Если это день, то обязательно наносим солнцезащитный крем для лица. Это наш ежедневный уход. И все-таки раз в неделю рекомендую подключать глубокое очищение кожи. Мы подготовили для вас подручные средства, которые есть у каждой хозяйки в холодильнике. Сейчас мы будем делать домашний скрад. Что нам для этого потребуется? Морская соль и сметана. Достаточно 1 чайной ложечки. Берем 1 чайную ложечку сметаны. Все тщательно перемешиваем. И получаем вот такой легенький скрабик. Скрабы можно наносить 1 раз в неделю. Легкими массирующими движениями наносим скраб на кожу. Очень часто весной у многих кожа обезвожена и начинает шелушиться. А скраб нам помогает это шелушение снять, если у вас чувствительная кожа, легкими движениями и подождать буквально 2-3 минутки. Прошли наши 2 минутки и можно смывать наш скраб. На глубоко очищенную кожу очень хорошо проникают маски для лица. Чайная ложка сметаны, чуть можно чуть побольше. Две ложечки геркулеса. Добавляем оливковое масло. Достаточно всего чуточку. Все тщательно размешиваем. Наносим на лицо. Если у вас сухая кожа, наносить жирным-жирным слоем. Рекомендую проделывать эту процедуру перед сном, когда наша кожа будет глубоко впитывать все витамины и делать эту процедуру раз в неделю. Наносим солнцезащитный крем. Если вы делаете эту процедуру вечером, можете нанести питательный крем. Питательный и увлажняющий. Нанесли солнцезащитный крем. Он уже у нас впитался. Крем вокруг глаз. И теперь наша модель готова выйти на солнышко. Сегодня мы проделали процедуру глубокого увлажнения для сухой и обезвоженной кожи. Вы узнали, как простым способом насытить нашу кожу витаминами, подручными средствами. Также, как защитить нашу кожу от воздействия солнечных лучей, использовать солнцезащитный крем. Ухаживайте за своей кожей, и тогда она вам точно ответит взаимностью.